Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Очень часто на выходных мы собираемся всей семьей перед телевизором. И без закусок, конечно же, не обходится. Сегодня покажу, что я готовлю под сериальчик. Если интересно, оставайтесь со мной. Одна из любимых наших закусок это котлеты из сосисок и сыра. Это так вкусно! Не отказываются даже те, кто против таких вот перекусов. Основной ингредиент здесь сосиски, от которых и зависит вкус этого блюда. Поэтому важно, чтобы сосиски были вкусными. А вот сыр я добавляю сюда любой, какой есть. Обычно российский. Сыр натираю на мелкой терке. Сосиски нарезаю тоже мелко. Можно использовать, конечно, любую вареную колбаску или ветчину. Не рекомендую измельчать сосиски в блендере. Котлетки тогда не будут держать форму. Добавляю к сыру. Сюда же отправляю одно яйцо, 4 столовых ложки муки без горки и 2 столовых ложки сметаны. Если нет сметаны, можно взять майонез. Перемешиваю. Получается вот такая липкая масса. Вилкой взбиваю яйцо. Формирую котлетки. Обваливаю сначала в муке, затем в яйце и в панировочных сухарях. Снова мука, яйцо, сухари. Сухари я всегда готовлю сама. Панировка получается более хрустящей, когда сухари вот такими вот хлопьями. И котлетки тогда берут меньше масла. Выкладываю котлетки на сковороду с разогретым растительным маслом. И жарю на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавать лучше горячими. Это очень вкусно. Хрустящая корочка и нежный расплавленный сыр. Ну и в холодном виде такие котлетки хороши. Для панировочных сухарей обычно использую батон. Лучше не свежий. Корочку срезаю. И натираю батон на крупной терке. Вот такие получаются хлопья. Выкладываю на противень тонким слоем. Можно во время сушки перемешать, чтобы лучше прожариваться. Когда сухарики становятся золотистого цвета, достаю из духовки и пересыпаю в сухую посуду. Все. Можно использовать. Такие сухари можно хранить в сухой баночке до двух месяцев. Еще одна закусочка это куриные крылышки в панировке. Это просто как семечки. Крылышки разрезаю на три части. Самую маленькую часть откладываю, она здесь не нужна. В ступке измельчаю кориандр. Я больше люблю именно кориандр горошка. Но можно, конечно, использовать уже молотый. Добавляю все специи к крылышкам. Паприку, мели-сунели и какую-нибудь острую приправу. Солю. Измельчаю чеснок. И выдавливаю сок лимона. Все это хорошо перемешиваю и даю настояться часа два. Через два часа яичные белки соединяю с крахмалом. Взбивать не нужно, просто смешать до однородного состояния. Добавляю к крылышкам и хорошо перемешиваю. Беру небольшую кастрюльку и нагреваю в ней масло. Аккуратно опускаю крылышки. И жарю до золотистой корочки. Затем выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Крылышки получаются сочные внутри и хрустящие снаружи. Подаю я такую закуску чаще всего с сухариками. Так и рецепт сухариков давай покажем. Обычные сухарики. Давай делись уже. Ну хорошо, снимай тогда. А там есть у нас еще батон? Есть, но он сильно свежий. Подойдет? Лучше, конечно, если бы он вчерашним был хотя бы. Но можно попробовать и свежего приготовить. Нарезаю батон или любой другой хлеб небольшими кубиками. Обычно готовлю примерно пол батона. Как раз помещается на мой противень. Добавляю щепотку прованских трав и свою любимую приправу из овощей и зелени. Я рассказывала в предыдущем видео, как я ее готовлю. Ссылочку оставлю в описании. Теперь немного масла. Одна-две столовых ложки примерно. Перемешиваю. И выкладываю на противень. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку минут на 10. Но время, конечно, зависит и от духовки, и от самого хлеба. Когда сухарики становятся золотистыми и хрустящими, достаю. Такие сухарики я подаю вместо хлеба к супам, добавляю в салаты. Но чаще всего мы хрустим ими просто так. За 10 минут обычно ничего не остается. Еще один рецепт. Прованские травы, паприка и соль. Плюс оливковое масло. В салатах сухарики с оливковым маслом мне нравятся больше. Попробуйте. Можно добавлять любые любимые специи. Можно даже совсем без специй. Но обязательно немного соли и масла. В общем, хлеб у нас никогда не успевает испортиться. Если кусочки остаются, я складываю их в пакет и убираю в дверцу холодильника. Потом готовлю такие сухарики. И еще одна закуска, на приготовление которой у меня уходит не более 10 минут. А нравится она всем без исключения. Нарезаю тонкой соломкой болгарский перец. Обычно использую два вида сыра. Так вкуснее. Измельчаю зелень. У меня укроп и петрушка. И нарезаю небольшими дольками помидоры. Выкладываю на лаваш перец, помидоры, сыр и зелень. И сворачиваю рулетом. Можно при желании смазать лаваш майонезом. Можно добавить чего-нибудь мясного. Но мы любим именно вот так. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 5 минут. Подавать такую закуску лучше горячей. И под фильм, и на завтрак, и в качестве перекуса. И если вдруг неожиданные гости. Такая закусочка всегда быстренько исчезает со стола. Есть у меня еще одна закуска, на приготовление которой не нужно много времени. Достаточно 10-15 минут. Ни по внешнему виду, ни по вкусу невозможно понять, что основной ингредиент здесь обычный лук. Такая вот альтернатива луковым колечкам. Но эта закуска намного вкуснее, ароматнее и выглядит очень-очень аппетитно. Обычно готовлю 2 больших луковицы. Режу тонкими полукольцами. Готовлю панировку. К 140 граммам муки добавляю чайную ложку кориандра. Измечаю его в ступке. По чайной ложке паприку и куркуму. Немного черного перца. И чайную ложку соли. Добавляю холодную воду, примерно 140 миллилитров. Вот такое получается тесто. К нему добавляю измельченную зелень петрушки. Примерно 2-3 веточки. И нарезанный лук. Все хорошо перемешиваю. Набираю лук небольшими порциями. И жарю в раскаленном растительном масле. Примерно 3 минуты. Выкладываю на бумажное полотенце. Пока готовится эта закуска, на кухне стоит такой аромат, что даже соседи интересуются, что я там готовлю. Хороша эта закуска под пиво. Но чаще мы ее все-таки готовим, чтобы похрустеть перед телевизором. Как всегда, жду ваши отзывы. Оставьте в комментариях рецепт вашей любимой закуски. Рецепт, который мне больше всего понравится, я обязательно покажу в своем видео. И, конечно, укажу, кто автор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного. Продолжение следует... Продолжение следует...